Подводим итоги 13-го тура Премьер Лиги. Бывший аутсайдер Урал выиграл четвертый матч к ряду. Динамо и Ахмат побеждают в конце, а ЦСКА сыграл со Спартаком. ПФК Сочи проиграл Крыльям Советом 2-0. Черкович и Пеняев забили по голу и принесли своей команде первую победу в октябре. А сочинцев ждет Урал, Зенит и Спартак. Нижний Новгород не смог помешать выиграть Зениту 0-3. Последние 30 дней для Зенита самые сложные. Команда дважды уступила и не смогла обыграть Факел. А Нижний Новгород имеет четвертое поражение и одну ничью. Ростов уступил в субботу Уралу 1-2. Удаление на 95-й минуте хозяевам не помогло. Виктор Гончаренко вместе с Уралом выиграл четвертую игру к ряду. Торпеда Локомотив 0-1. Гол 20-летнего Артема Карпукаса стал первым в его карьере. Напомню, последний раз команды встречали в сезоне 2014-2015. Лока выиграл оба матча, а в нынешнем чемпионате Железнодорожники прервали серию из пяти поражений подряд. Химки и Факел нанесли по 14 ударов, но голов не забили 0-0. Химки 12 матчей не могут победить. У Факела дела не лучше, ведь команда не побеждает. Шесть встреч. Краснодар проиграл Ахмату на пятой компенсированной минуте 2-3. В прошлом туре Быки уступили с таким же счетом Ростову. Ахмат выигрывает, затем проигрывает, но ни один клуб не ушел от грозенцев без пропущенного мяча, кроме Зенита в четвертом туре. Динамо взял реванш у Оренбурга за поражение в Кубке России 3-2. В составе проигравших два мяча забил Владимир Сычевой. Его команда уступила впервые за пять поединков. Четвертый ЦСКА в 70-м дерби сыграл с третьей командой таблицы Спартаком в ничью 2-2. Чалов записал в актив 2 мяча. У Спартака 5 побед к ряду и ничья. У ЦСКА 2 победы и 2 ничьи. Расписание следующего тура, который будет разделен на 3 дня с 22 по 24 октября. Нижний Новгород-Краснодар, факел Ростов, локомотив Динамо, Оренбург-ЦСКА, Спартак-Химки, Ахмат-Торпеда, Урал-Крылья-Советов, Зенит-Сочи, лучшие бомбардиры и ассистенты, у Промеса 11 мячей и 6 пасов. Посмотрим турнирную таблицу. Зенит на 7 очков опережает Спартак. Ростов и ЦСКА делят третью строчку. Краснодар 5-й. Сочи, Ахмат, Динамо набрали по 20 очков. Оренбург 9-й. Крылья-Советов занимают 10-е место. Нижний Новгород и Урал делят 11-ю позицию. Локомотив 13-й, факел 14-й, Химки и Торпеда в конце таблицы. Зенит забил больше всех 36 и пропустил меньше всех 5. Ставьте класс, буду рад любому комментарию, услышимся на спортивном.